Сегодня мы поговорим о прикладной кинезиологии, точнее, конкретно о технике прикладной кинезиологии мануального мышечного тестирования. Почему это нужно? Потому что все мы живем в этом мире, и все знаем, что этот мир как-то на нас воздействует. И иногда хочется знать, как он на нас воздействует. То есть мы идем, с чем-то общаемся или с кем-то, и не знаем, хорошо этот человек на нас влияет или плохо, это вещь какая-то, хорошо или плохо. Хорошо, когда вы приходите в магазин, и взгляд упал – о, вот это вот мое, я вот это хочу купить сразу же. То есть это уже вы чувствуете. Но не всегда, во-первых, это можно чувствовать, и не все это чувствуют. Поэтому существует простая элементарная техника распознавания вещей, которые на вас действуют положительно, которые усиливают вас, и вещей, которые на вас действуют отрицательно ослабляют вас. Но принцип какой? То есть суть, положенная в основу этого метода, это то, что любая энергия имеет волновую природу. Соответственно, волна обладает такими свойствами, как резонанс или диссонанс. То есть если две волны попадают в резонанс, они многократно усиливают друг друга. Если они попадают в диссонанс, они гасят друг друга. Соответственно, все вы наверняка встречались с ситуациями, когда идешь по улице, видишь, на встречу идет совершенно незнакомый человек, вообще первый раз в жизни видишь. Может быть и одет не очень как-то там, и выглядит, может и не очень. Но вот что-то в нем такое хорошее есть, привлекательное, чем-то он нравится сразу же. Вот это вы попали в резонанс. Равно как бывает и наоборот. Когда идешь, ну нормальный, прилично одетый человек, а вот душа его не переносит. Это диссонанс. То есть вот человек попадает в диссонанс. У меня в школе также был парень из параллельного класса. Хороший вроде, нормальный, положительный парень. Ну меня просто воротило от него. Я долго мучился, почему я не понимал, почему это вот так. На дух его не переносил. Хотя это будет нормальный парень. То есть это вот явление диссонанса. Соответственно, эта техника позволяет использовать вот это, то есть получать информацию о том, что для вас хорошо, что плохо. Ведь на нас действует все. Действует одежда. Вы можете с помощью этой техники выбрать одежду себе подходящую в магазине. Вы можете выбрать украшения, металл какой-то, золото или серебро. Потому что есть люди, которым серебро идет и не идет золото. И наоборот, которым идет золото и не идет серебро. То есть это же все влияет. Камни подходящие для вас выбрать. Можете одежду тоже. В магазине, на рынке, продукт питания, который вы хотите. Как посмотреть, например, тухлый он или нет. Если вам понюхать не дают. Вы можете протестировать на самом деле. Тестировать можно себя, то есть для себя. И тестировать можно кого-то. Например, если вы работаете с пациентами или с клиентами, которые хотят у вас что-то купить или вы им хотите что-то купить, то вы можете протестировать им то, что их будет усиливать. Соответственно, польза от этой вещи будет максимальная. Если вы, например, занимаетесь распространением каких-то БАДов, то вы можете протестировать БАД. То есть не по схеме назначать, как это обычно делается в компаниях, а конкретно протестировать. Будет полезен или вреден данному человеку данный препарат. То есть можно именно по схеме усиливать или ослаблять, то есть полезен или вреден. А можно еще, эта техника позволяет, мануальное мышечное тестирование позволяет протестировать, найти средства для решения своих проблем. То есть, условно говоря, лекарства для решения своих проблем. То есть, например, если у вас есть какая-то болячка, ну, например, болит сердце, вы можете найти препарат, или лекарственный, если хотите, или, например, тот же самый БАД, или траву, которую, да, которая поможет вам в лечении этого заболевания. То есть это тоже делается легко, вот с помощью вот этой металлики. Ну вот, если вы все готовы, да, то всегда начнем. Значит, как эта техника производится? Ну, я сначала по теорию, а потом покажу, как в теории сразу буду показывать. И потом мы все попробуем друг на друге это все поделать. Главное, чтобы понять, почему. Потому что там важны две вещи. Первое – почувствовать силу руки, потому что методика основана на том, что мы смотрим силу мышцы. Соответственно, мышца может быть сильной, может быть слабой, да. И вот наша задача – научиться чувствовать, вот, сильная мышца или слабая. То есть вот это первое. И второе – есть еще такая особенность, как нужно научиться не участвовать в этом процессе. Почему? Потому что мы своими мыслями, своими желаниями имеем возможность вмешаться сюда. То есть вы можете, если вам хочется получить какой-то результат, какой-то конкретный результат, да, и вы эмоционально настроены на получение этого результата, то, к сожалению, эта методика может вас обмануть. То есть вы можете силой своей воли просто получить то, что вы хотите, а не то, что есть на самом деле. Поэтому, когда тестируете, здесь нужно быть сторонним наблюдателем, да. Нужно быть не артистом на сцене, не участником этого процесса, а нужно быть сторонним зрителем в зале, не заинтересованным в результате, да. То есть здесь не должно быть вашей заинтересованности в этом процессе. Ну, слушай, послушай, чего вы. Жалко, что я… Ну, не жмотитесь вы. Обижайте животинку. Поэтому вот здесь у него… Поэтому мы сегодня это как бы теоретически и практически попробуем, вы научитесь, а дальше вам зависит от практики. То есть если вы будете постоянно этим заниматься практически, вы уже будете чувствовать рука сильная, рука слабая, там, как и что, да. И научитесь здесь, самое главное, так говорю, не участвовать в процессе, научитесь быть в стороне. Значит, начнем. Первая теория. Как вообще сам проходит процесс тестирования? Надо сначала найти мышцу, по которой можно тестировать. Почему? Потому что мышцы бывают забитые, бывают функционально слабые, бывают разные. Поэтому, соответственно, по неподходящей мышце вы не сможете протестировать, просто потому что она не получится. То есть мышца должна быть сильной, но она должна иметь потенциально возможность становиться слабой. Вот по такой мышце можно тестировать. Как это проверить? Очень просто. Берете человека, нет, прошу прощения, секундочку. Еще здесь такой нюанс. У нас есть две двигательные системы. Произвольные двигательные движения существуют, существуют пирамидные нервные системы. То есть вот хочу я поднять руку, я поднял ее, да. А поддержание движения, вот поднимаю я пирамидные системы, да. Раз, два, все. Дальше уже пирамидные не работают. Дальше рука отстоит, я ее держу. Вот дальше движение осуществляет экстра пирамидные нервные системы. И есть нюанс, почему я обращаю на это внимание. Потому что пирамидные системы мы можем произвольно управлять, а экстра пирамидные системы мы произвольно управлять не можем. Поэтому, когда мы будем тестировать, мы будем тестировать не ваше желание, да, произвольную систему, пирамидную, а мы будем тестировать, разговаривать вот с помощью вот этого мануального тестирования с вашим телом. Мы будем смотреть именно экстра пирамидную систему. А она будет уже отвечать на наши вопросы, потому что она не поддается контролю сознания. Понятно. Поэтому сам механизм тестирования осуществляется так. Ну попробуем сегодня, я вам покажу, как тестировать по передней порции дельтовидной мышцы. Вот по этой вот мы сегодня посмотрим. Потом, в принципе, если будете изучать мышцы, вы посмотрите мышцы, где они какие. Такие, теоретически можно по любой мышце только посмотреть, что можно по прямой мышце бедра. Это любая мышца готова к тестированию, если по ней можно тестировать. Теоретически можно по любой. Просто вот сегодня удобно им показывать по, и вообще обычно удобнее всего по дельтовидной мышце по передней порции. Поэтому я вам покажу на ней. Что мы делаем? Сначала просим человека поднять руку и ставим преграду сверху. И просим давить на эту преграду. Если мы стоим, то получается давить в потолок. Я прошу, давите в потолок. И считаем. Раз, два. А потом просим давите сильнее. И дальше, соответственно, мы уже после двух секунд, когда мы говорим давите сильнее, мы тестируем, уже смотрим, именно экстрапирамидную систему. Если рука сильная, значит человек может надавить и почувствовать, что рука стала сильной. А после того, как человек давит, мы сами пытаемся, то есть той рукой, которую мы создаем преграду, мы сами давим уже вниз на руку человека. И, соответственно, смотрим, оцениваем, осталась рука сильной или стала слабой. Как это делается? Смотрим по ней. То есть, смотрите, передняя порция дальтовидной мышцы, чтобы она работала, чтобы по ней уже была рука, ставим перпендикулярно грудной клетке. Вот таким вот образом. И просим давите вверх рукой прямой. Давите, 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 давите. А что такая слабая-то? Давайте по этой руке посмотрим. Давите вверх. Вот. Рука сильная. Она не поддается. Теперь расслабьте. То есть, еще раз показываю. Давите. Сильнее. И я тоже. Вот она сильная, я не могу ее согнуть. Теперь мы проводим провокацию. То есть, смотрим, может ли эта мышца стать слабой. Возможно ли. Почему? Потому что мы сказали, что есть мышцы, которые не могут становиться слабыми. Что мы делаем? Вот порция мышечных волокон идут вот таким вот образом. На руке, да? Вот так вот. Соответственно, если мы сблизим их концы, вот такое вот щипковое движение к центру, да? То мы таким образом будем раздражать рецепторы, которые делают эту мышцу слабой. Ну, это на несколько секунд, поэтому вот мы провели и просим. Давите вверх, давите. Она даже давить не может. Все рука слабая. То есть, да, эта рука готова для того, чтобы по ней тестировать. Понятно, да? Дальше мы можем делать что? Мы можем вводить в ауру, в биополе человека какой-то предмет, который мы хотим посмотреть, вредит или не вредит. И потом мы можем, то есть, соответственно, если рука, например, ввели что-то, какой-то предмет, например, сотовый телефон, будет оказывать на нее влияние отрицательное или положительное? Смотрим, да? Давите, давите. Еще раз. Ну, давите. Давите. Нет, рука стала слабой. Значит, вот сотовый телефон и не вредит. Проверяем еще раз. Давите. Да, а так она стала сильной. Ничего, у нее руки еще сильные. Нет, ну ладно, у вас такая же тоже. То есть, это все-таки. Это не от ее силы. Вот, это понятно, да? Это вот вариант, когда мы смотрим просто, вредит или не вредит, да? Как нам сделать так, чтобы посмотреть, поможет ли это вещество или этот предмет в решении какой-то имеющейся проблемы? Ну, сначала надо проблему обозначить, да? Ну, как обозначить? Если мы пальчиком дотрагиваемся до какого-то участка, где у нас есть проблема, да? И держим, да? То рука становится слабой. Ну, например, вот. Ну, мы посмотрим, у вас вот здесь вот есть проблема, да? Вот, вот, вот. В желудке, да? То есть, фиксируем пальчик на области желудка. И давите рукой. Видите? Рука стала сразу слабой. Отпускаем. Давите. Рука сильная, да? Вот. То есть, вот таким образом можно выявить проблему, да? А теперь, как подобрать? А вот, чтобы подобрать, мы должны вот это положение слабости, то есть, эту проблему зафиксировать. Каким образом это делается? Просим человека поставить ножки вместе. Вместе поставили, так? Теперь пальчиком дотрагивайте, опять ставите на проблемное место, да? Теперь делаете вдох. Задержали дыхание. И отставили ножку в сторону. И стоите, выдохни. Выдохни, да? Выдохнули. И стоим теперь на двух ногах. Не сводим их, да? И теперь в этом положении у нее рука останется слабой. То есть, мы как бы зафиксировали эту проблему. И теперь все, что мы будем подбирать, все, что усилит ее слабую руку, будет помогать решению этой проблемы. То есть, лечению проблемы с желудком, да? Давите руку. Вот она слабенькая, все. Теперь, что ей может помочь в лечении? Так, вылимем кинозу. Ну, посмотрим. Вдруг что-нибудь из этого будет ей помогать, да? Не знаю, наобум, да? Потому что, в принципе, ни то, ни другое, ни третье не предназначено для решения этой проблемы. Но, смотрим. Давите. Давите, давите. Все, нет. Ну, все, нет. Это не помогает. Так вот, так вот. Да, это патикулярная штука. Ага, давите. Нет, это тоже не помогает. Что мы еще можем найти, что помогает? Гликотик, попробуйте. Нет, если сердечко, то кардио. А, кардио, если сердечко. А, желудок? Нет, мы желудок смотрим. На той, на другой. Так. Давайте. Нет. Нет. Да, да, да. А вот это помогает. То есть, ну, еще раз. Рука остается сильной. Вот это помогает. Вот это помогает. То есть, вот мы совершенно наобум, не зная чего, подобрали то, что поможет в решении проблемы с желудком. Вот пример. В принципе, это может быть все, что угодно, да? То есть, что вы хотите. Это может быть камень, опять-таки, да? Можно протестировать, идут ли вот эти вот бусы. Это камень. Да. Идут или нет? Проверим? Ну, тогда снимайте. То и другое у вас. Там и там, да? И это тоже снимайте. А вот теперь, смотрите, вот интересно, посмотрим. Вот она, вы же не сводили ножки, да? Нет. То есть, проблема у нас осталась зафиксированной с желудком, да? Вот сейчас смотрим. Давите рукой. Ну, давите вверх. Вот смотрите. У нее, после того, как она сняла себя в умный камень, проблема с желудком ушла. Ну-ка, посмотрим. Дайте, давайте, давайте. Вообще нет. Вот что ей дает проблему с желудком. Она носит и не знает об этом, да? То есть, вот вам, пожалуйста, такие проблемы. Ага. Теоретически понятно все? Присаживайтесь. Я предлагаю сейчас, пока с юночком закончим, и протестировать друг на друге, попробуем просто почувствовать, как это все делается, ладно? Давайте.